Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что, очередной понедельник, очередные 15.03 в Москве и очередной «Сухой остаток» о том, что происходит на финансовых рынках. Суббота, воскресенье, выходной. Мы отдохнули, набрались силы, сейчас с новой энергией, утроенной энергией. Будем на эту тему разговаривать. Итак, с кем прежде всего мы сегодня разговариваем, обсуждаем эту тему, у меня в гостях. Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании «ТАЛЛА». Добрый день, Алексей. Добрый день. И Александр Власенко, управляющий активами клиентов в доверительном управлении, управляющий компанией «УралСИП». Добрый день, Александр. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Кстати, программу мы сегодняшнюю обозвали так «Распродажи на рынках». ФРС напомнил инвесторам о типичной майской стратегии. Ну, видимо, обрадовались мы реакцией среды четверга, глядя на рынки. Но закрытие недели, по крайней мере, о распродажах все-таки пришлось забыть. Ну, сегодняшний день скучный, во второй половине дня, как минимум, да, вы знаете, сегодня закрыта Америка, закрыта Британия, у них праздники. И нам придется сегодня также, видимо, вяло наблюдать за тем, что происходит на рынках. Ну и, кстати, вяло-невяло, давайте понаблюдаем. Традиционно картина маслом 1505 в Москве, что происходит на этих самых мировых финансовых площадках. Закрытие пятницы, S&P 500 символичный минус 1649, Dow Jones чуть прибавил 0,05%, 15303. В общем, здесь ничего особенно интересного. Сегодня в ФУЦе, да, Британия не торгуется. Азиатская сессия, также Nikkei 225 сегодня показал отрицательную динамику, чуть больше 3%. Шанхай, напротив, вырос на 0,1%. В общем, направления нет как-то единого. И наши ребята сегодня тоже, ну, в легком минусе, хотя на открытии, да, показывали позитив. Сейчас, собственно, его распродают. РТС 0,3 теряет, ММВБ 0,2 теряет, 1383 и 1378, соответственно. Но смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent также вяло-вяло, чуть выше 102 за бочку. Золото уперлось в 1395, 1392 сейчас стоит унция. Ну и евро-доллар тоже сегодня вялую динамику показывает в узком диапазоне. Скучный сегодня день с точки зрения движений. 1,29,45 это котировка евро-доллара. Йена, надо отметить, тоже корректируется. Пара доллар-йена упала ниже уже 101 фигуры. Ну и, видимо, ждем ее в районе 100 где-то там. Исторически там может быть поддержка психологическая какая-то, эмоциональная. Кругленькая цифра тоже, наверное, многих заинтересует. Чтобы потом откупиться, это нормально. Набор голововых фишек сегодня разнонаправлен. В основном все, отрицательно, Росгидро теряет процент, наверное, лидер падения. А лидер роста сегодня АвтоВАЗ 2,2% показывает. Все остальное скучно. Ну что ж, не будем скучать, тем не менее. Давайте начнем нашу беседу. Итак, о распродажах на рынках. Еще раз повторю, да, распродаж-то, собственно, не получилось. Но, тем не менее, в моменте мы наблюдали и среду, и четверг достаточно нервные. Волотили. Причем я где-то сегодня читал в новостной ленте. Забавно. До конца года будет высокая власть. До конца года даже, Леша, представляешь себе? Не говоря о том, что до конца недели. Кстати, на этой неделе в пятницу публикуется пересмотренный ВВП за... А, пардон, четверг, да? ВВП за первый квартал Соединенных Штатов Америки. Может, это добавит какой-то динамики. Ну что ж, говоря о распродажах. Леша, что ты услышал в намеках господина Бернанки или прочел, может, между строк что-то там в протоколах заседания комитета поставки? Ну, меняются только месяцы и некоторая риторика. Основные базисные тезисы, которые главы центральных банков произносят, они, в принципе, остаются такими стабильными достаточно. Некоторые нотки у нас проявляются сейчас, что в случае, если появятся риски в банковском и финансовом секторе на денежном рынке, то, возможно, ФРС будет как-то с ними справляться через уменьшение постепенного объемов выкупа, либо через какие-то другие операции. То есть, если изначально риторика была какая, всеми возможными способами мы будем печатать, печатать, печатать и выкупать, и, возможно, это поможет нашей экономике, то теперь, когда есть некоторые зеленые ростки, именно из-за официальной статистики, на которой ориентируются все агенты финансовые, то, исходя из этого, здесь как раз новая риторика пошла, что в случае, если инфляционные риски возрастут и риски финансового сектора, то, возможно, какие-то действия уже будут приприняты. Но информация эта просочилась еще до минуты к ФРС, она также ее пытались отыграть, но, как видим, американский рынок показывает свою силу, и вот несколько месяцев назад, когда я к вам приходил, и как раз вопрос был о том, что будет с индексом Standard Pulse, вот как раз я там говорил, что его сейчас прогнозировать, в принципе, наверное, даже Господь Бог не может, потому что там идет та игра, которую мы и многие инвесторы, которые там торгуют в основном Россию, они, наверное, не сталкивались с этим, когда идет монотонный бычий рынок, когда вот ты ждешь эту коррекцию, там, ищешь какие-то уровни, теханализ, фундаментальный анализ, а он все прет и прет. А он просто, да, прет и прет. И поэтому в данном случае вот сейчас, конечно, можно там двух адептов выбрать стоимостного анализа, которые говорят, что с одной стороны индексы торгуются и многие компании дорого, с другой стороны можно найти кучу примеров, где некоторые аналитики и стратеги видят там 2100 пунктов, там, вот, по-моему, Goldman Sachs или 1900 они видят пунктов в 2015 году. Поэтому в данном случае прогнозировать индекс сейчас я не берусь. Если взглянуть на Россию, то у нас отдельная история, и мы уже не коррелируемся с Америкой, ну, последние, наверное, месяца три вот так вот жестко после событий с Кипром у нас отдельные стали истории происходить, с нашим рынком отдельные флактуации, поэтому сейчас опять мы можем увидеть тот момент, когда американцы могут, например, скорректироваться на пару процентов, а рынок может насполне себе и вырасти. Поэтому сейчас я бы на Америку в принципе не смотрел как на некий катализатор того, что будет происходить в России. В России просто отдельная история, как, ну, я не устою повторять, наш в прошлом году еще это началась такая вот история, наш рынок становится более похожим на Shanghai Composite на индекс. Он живет своей жизнью и все. Только единственное еще, что Shanghai Composite на внутреннюю статистику реагирует, наш российский рынок, в принципе, да, наверное, не дорос или перерос. Мы сейчас поговорим чуть позже о российском рынке. Саш, тебе вопрос, смотри, мы говорим о некой типичной майской стратегии, которая, если просто говорить, да, продавай и отдыхай. Вот сейчас никак мы не дождемся этого сигнала, чтобы продать и отдохнуть, хотя есть последняя неделя, хотя из заявленных событий классических, ну, в смысле глобальных не так много. Как ты думаешь, можем мы все-таки успеть, да, и этот год будет типичным, или, может быть, все-таки он будет отличаться от всех? Тенденция такая, что уже год не первый, когда у нас весной происходят какие-то события. И каждый год получается, что вот эта распродажа оказывается чуть-чуть раньше, чем все ее ждут. Раньше, в смысле до мая. До мая. То есть, вот, как бы, если посмотреть, то эта распродажа, наверное, была где-то в апреле нашего рынка, такая серьезная. А как будет в мае, ну, практически в мае уже вот близится. Ну, последняя неделька осталась, наверное. Вот. Я надеюсь и думаю, что, наверное, уже не будет таких серьезных распродаж. Вот. А что касается вот событий, там, с рынком США, там, с заявлениями Бернанки, мне кажется, ничего нового он не сказал. Просто лишний раз напомнил всем участникам. Чтобы не расслаблялись. Нет, он просто напомнил, что, ребят, ну, в принципе, как бы, она не бесконечная стратегия. Куй. Вот. А мы понимаем и следим за параметрами. И такие-то меры мы будем предпринимать. И предпринимать, да, для того, чтобы, там, ситуацию держать под контролем. Вот. И... Ну, кстати, если опять вспоминать, да, присутствие, что называется, да, присутствие Федрезерва на рынке, ну, в кавычках, конечно, я имею вербальное присутствие, то теперь уже, я так понимаю, что, если и будет сигнал, то, наверное, в июне, да, во время очередного заседания или после, да, по итогам заседания. Ну, мне кажется, они просто сейчас прощупывают, так сказать, настроение инвесторов. И действительно, растущий вот этот вот тренд в S&P, он, ну, в принципе, с ним ничего не произошло. Ужу. Вот. Больше, наверное, отреагировали азиатские рынки, ну, в частности, Япония, ну, по своим причинам. Семь процентов, да. Да, да, да. То есть, ну, а там, мне кажется, какая-то синхронная вот у них была работа, связанная с тем, что, ребят, давайте не будем надуваться сейчас, давайте немножко кулдаун говорить. Мне кажется, так. Ну, это, наверное, логично все-таки, да, Леша, если говорить о пузыре, который возможен там. Не хотят допускать. Принципиальное отличие японской ситуации от американской в том, что их японские главы ЦБ на предпоследнем заседании заявили, что они будут все-таки выкупать с рынка акции. А американский ФРС себе этого не позволяет. Он работает только на рынке долгов. Ну, и плюс, если посмотреть все-таки на статистику, на статистику, точнее, их банк будет выкупать ETF, не на прямую акцию. Вот. А все-таки в США, если верить официальной статистике, у них выходит она все-таки лучше. Ожиданий. И плюс по тем метрикам и по тем ковенантам, которые у них есть, по промышленному производству, по ВВП, по безработице и по инфляции, пока все движется в тех рамках, которые ждут ФРС и ждет рынок. Поэтому сейчас говорить о каком-то сворачивании я бы не стал. Первые нотки могут появиться, я думаю, что не раньше осени. Потому что лето, как мы знаем, период затишья. И основные такие ковенанты, на которые смотрит ФРС и рынок, это рост ВВП, это инфляция и это безработица, я думаю, что за лето сильно не изменится в какую-то сторону. Поэтому, скажу честно, на лето именно я не жду каких-то от ФРС резких действий. Все как всегда будет осенью, когда кто-то будет ожидать, а кто-то не будет ожидать. Поэтому сейчас можно сравнивать действия центральных банков мировых, но все-таки ФРС в данном случае стоит якорем. И в данном случае из-за того, что у них такая структура экономики своеобразная, они больше всех, соответственно, добились результатов. В отличие, как раз, от ЕЦБ. Я понял. Хорошо, мы сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим разговор по поводу политики банка. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании «ТАЛА». И Александр Власенко, управляющий активами клиентов доверительного управления, управляющий компанией «УралСИП». Как всегда в это время мы говорим о текущей ситуации на финансовых площадках. Давайте перейдем к России, наверное, немножко пообсуждать все происходящее. Хотя понятно, что, наверное, скучноват. Леша. Нет, я последнее про ЕЦБ, если можно, добавлю. Потому что они все-таки тоже проводят свои смягчения. Это нужно понимать. Если посмотреть их политику сокращения бюджетов и посмотреть на такой коэффициент, который, ну, очень двоякий, его нужно также интерпретировать правильно. Долг ВВП, на самом деле, в странах он не сокращается, в странах ПИКС, а растет. Потому что ВВП сокращается. И при стабильном госдолге, при сокращающемся ВВП, у тебя долг ВВП растет. Поэтому в данном случае политика ЕЦБ, она как раз сейчас проигрышная по сравнению с тем же японским ЦБ из ФРС США. Только в том, что делеверч частного сектора, именно сокращение долговой нагрузки в Европе начал происходить на три года позже, чем в США. США как раз постепенно выправляются от этого, где у тебя реальное сокращение происходит в процентах платежей по кредиту, реальные доходы, растут в ЕЦБ. В Европе как раз мы наблюдаем тот период, который мы наблюдали в США 3-4 года назад. И здесь нужно понимать, что все-таки Россия, у России главный торговый партнер это еврозона. И с учетом того, что в ближайшие два года никаких особых замечательных событий в экономике еврозоны я не вижу, я полагаю, что как раз это будет тот еще один такой небольшой гвоздик в наш российский отечественный рынок. Но безусловно, я всегда сюда прихожу... Гвоздик ты имеешь в гробик нашего отечественного? Да, да, да. Но безусловно, я постараюсь всегда приходить с какими-то идеями сюда. И сейчас, благо, эти идеи появляются с прицелом до конца года и на следующий год, потому что есть у меня там любимые компании, которые за ними нужно отслеживать, у которых есть еще потенциал хорошего роста. Касаемо голубых фишек, я бы вообще... Леш, извини, пожалуйста. По поводу ЕЦБ все-таки я хотел бы уточнить. Политика нынешняя, проводимая европейски, ну и властями, она, собственно, результат никак не достигнет. То есть вот эта вот позиция с затягиванием поясов, она изначально, да, я так понимаю, проигрышна? А кроме затягивания поясов, вы затрагиваетесь лишь госсектора. Госсектора где у нас большой? Это Италия, это Греция, ну и в принципе страны там балканские, где в основном у нас экономика заточена либо на туризм, либо на сектор услуг, где огромное количество людей, как у нас в стране, там 28 чиновников, 48 других специалистов над ними. Вот, и в данном случае, в данном случае, как раз кроме политики сокращения госдолга, который бьет в первую очередь по госслужащим, там есть сокращение экономики и именно частного сектора. Если ведь раньше там ты был хозяином магазина, у тебя там был определенный процентный доход, был рентный доход, у тебя было много туристов, ну образно, это совсем я просто объясняю, то постепенно твоя культура сейчас, оно видоизменяется на сохранять вместо потребления. И в данном случае, вот, та же испанская экономика, которая вот является таким вот базисом, как рынок надувается, рынок услуг и как он задувается, в прошлом году закрылась, если мне память не изменится, совокупно за два года под 70 аэропортов, где пропускная способность была не меньше 500 человек. Потому что изначально, когда клынули деньги, начали строить инфраструктуру, под эту инфраструктуру мы получили платежеспособный спрос, этот платежеспособный спрос начал создавать рабочие места, теперь потихоньку происходит сжатие. И плюс сам по себе потребитель изменился, потому что, ну ведь средства массовой информации, они безусловно, некоторую толику человеку, который там не в финансовом секторе на него давят, и поэтому в любом случае человек там понесет денежки в банк. Если, например, там, в той же нашей российской экономике это интерпретировать, у нас, например, норма сбережения очень хорошая, но с другой стороны, вот сейчас все жалуются, что у нас экономика замедляется. Именно по той простой причине, даже при росте заработной платы есть некий период насыщения, и есть некоторые вот риски, которые связаны с глобальной экономикой, и люди вот, например, там, товар длительного пользования, они лучше, там, выдержат паузу гроссмейстерскую, да, и положат деньги в банк. Норма сбережения, да, на достаточном уровне, а норма потребления, соответственно, страдает. Ну, именно для роста экономики. Безусловно. Да, у нас все-таки, если по мировым масштабам, у нас норма сбережения архи низкая, а вот именно с точки зрения роста экономики, ну и плюс еще кредитование замедляется, в этом году таких темпов не будет, поэтому кто-то не сможет себе купить лишний телефон в айфон, лишний телефон, кто-то не сможет купить себе третий телевизор в кредит, кто-то не сможет купить себе вторую квартиру в ипотеку, поэтому в данном случае вот как раз российская экономика может пойти по пути Европы. Хотя я слышу сейчас сразу, кто-то не может себе третий телевизор, и я слышу где-то там, знаешь, вверху голос, а зачем тебе третий телевизор, двух мало что ли? Это экономика потребления, через все это проходили, и Россия как раз та экономика, которая вышла из советской эпохи, где, ну вот, есть определенная культура, что вот вышел пятый айфон, продай четвертый, возьми кредит, купи пятый, ну вот тренд, это тренд, это психология. Хорошо, Леш, спасибо, давайте сосредоточимся на какое-то время на российском фондовом рынке, Саш, какие-то идеи, да, после, так сказать, отработанной идеи, ну, по крайней мере, то, что за спиной осталось дивидендной, сейчас ты видишь в ближайшее время, или традиционно, ты как тем более управляющий активами, да, как рекомендации какие-то, да, все продать и идти в отпуск отдыхать. Сейчас рынок, наоборот, наверное, находится в той фазе, когда появляются эти идеи, да? Когда, да, они могут появиться, вот, или даже появляются, ну, аналогии, вот, кстати, не совсем согласен, что мы там, как бы, особняком стоим от вообще, в принципе, от финансового, ну, от США, ну, да, мы стоим действительно особняком, Ну, на Шанхай мы не очень похожи, вот, скорее, мы похожи, там, на Бразилию, вот, если посмотреть, то графики практически совпадают, то есть, в принципе, у России такой вот уникальной, трагической судьбы, вот. Трагической? Да, трагической. А в чем трагизм? Я имею в виду вот это вот падение сначала. В чем трагизм российского рынка? Глубина падения, да? Если все на 2%, мы на 15 сразу же. Дни, вот, и, конечно... Это утешает, кстати, да? Ну, это, по крайней мере, ставит нас на такую объективную точку зрения, да, что, в принципе, да, у нас там ряд событий для инвесторов произошел отрицательный в этом году и в прошлом, вот, но, тем не менее, как бы, все равно, сейчас мы видим, что появляются какие-то деньги на вход в наш рынок. Ты о притоке капитала имеешь? Да, о притоке капитала. Ну, в принципе, как из идеи, может быть, мне кажется, там, компания Аэрофлот сейчас может хорошо вырасти, поскольку она достаточно хорошо, хорошую динамику показывала и в прошлом году, и вот сейчас недавно вышла новость о том, что у них за 4 месяца выросли перевозки на 20%, что, в принципе, показывает стабильность. У них, в принципе, постоянно они растут, то есть компания развивается, но курс акций сейчас, в принципе, стагнирует, но лучше рынка находится все равно. То есть, если сейчас мы увидим приток... Ну, смотри, если опять логически так порассуждать, ты говоришь, да, хорошие показатели, фундаментальные показывает компания, а курс акций стагнирует, ну, не растет, как минимум. То есть, он скорее такую боковую... Да-да-да, ну, не растет, как минимум. Вот в этом логике какая? Просто, может быть, на данном случае, на акции Аэрофлота, в частности, да, оказывает давление общая динамика российского рынка. Да, именно так. То есть, ну, она не идет против рынка, что, в принципе, логичное, естественно. Хотя есть компании, которые показывают устойчивый рост. Это всеми любимая там компания «Магнит». Да-да-да, я смотрю, сегодня опять она больше процентов. Да-да-да, ну, она там немножко корректировалась вот недавно. Хотя для «Магнита» там минус 3 процента, там, с небольшим, это достаточно серьезно. Серьезное падение, конечно. Ну, вот такая акция. Ее инвесторы очень любят, и любят и иностранные инвесторы в основном. То есть, она такая популярная компания. Леша, по Аэрофлоту могу добавить, грядущая приватизация. Безусловно, мне эта фишка нравится, но от текущих уровней... Я, честно, в этом году не играл в дивидендную историю, потому что мне было... Из-за того, что они консолидировали новые подразделения, они получили меньшую прибыль. У них дивиденды в этом году будут меньше, чем за 2011 год. Безусловно, я полностью согласен, что Аэрофлот очень интересная фишка. Последние два года торгуется в диапазоне 40-55 рублей. Ближе к дивидендной отсечке подходит к 55 рублям. То есть, с прицелом на следующий год или до конца года Аэрофлот, безусловно, фишку, которую я бы рекомендовал без зазрения совести и покупал бы ее так, ну, пирамидально. Ну, то есть, в данном случае не стал бы там ловить сейчас ее на уровне. Просто дождался и на коррекциях постепенно подбирал в портфель. То есть, как раз плюс к этому, да, вот у нее бета стремится к нулю. В данном случае это есть некоторая защита от падения рынка. Ну и плюс, у Аэрофлота еще есть пару лет, когда темпы его роста годовой выручки будут где-то процентов 15-20. Что, в принципе, иностранные инвесторы и многие там стоимостные инвесторы покупают. Ведь магнит покупают не из-за дивидендов, магнит покупают из-за растущей истории. И даже в этом году они показывают просто феноменальный рост выручки, который в масштабе их объема увеличивает чистую прибыль даже при минимальной марже. Поэтому в данном случае как раз Аэрофлот идет тот же путем. Но единственное, почему бумага не будет расти дальше, это в первую очередь слабость общего рынка, отсутствие резидентов. И она растет на внутренних историях. Потому что если смотреть, когда бумага в экспоненте росла, увеличивались объемы, но объемы там проходили 30 миллионов в день, 40 миллионов в день. Поэтому в данном случае, безусловно, фишка интересная, полностью согласен с коллегой. Но вот здесь нужно постепенно ее набирать с прицелом на некий горизонт, там минимум полгода. То есть это не спекулятивная бумага в данном случае. Кстати, если вернуться к теме притока капитала, ну понятно, что достаточно вяло текущая динамика. Ну, как минимум, да, отток сменился притоком. Как ты считаешь, это вообще устойчивый тренд, что называется? Пока сложно говорить, потому что мы совсем-совсем находимся в начале этого притока, если, конечно, он вообще последует. Но, по крайней мере, признаки его есть. То есть они уже видны рынку. Последние, там, вот эти два дня, которые были перед коррекцией нашей, пресловутые, они показывали то, что устойчивые заказы и ордера приходят на рынок крупные. Причем иностранные, да? Ну, суть по всему, да. Суть по всему, да. Вот, то есть такая динамика, она именно обычно и говорит о том, что начинается какой-то приток. Ну, дай бог. Не хватает нам этого. Да, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках, в поисках распродаж, в ожидании коррекции. Ну, и обсуждаем все, что происходит на российском фондовом рынке. Еще раз я представлю моих гостей. В студии сухого остатка Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании ТАЛА. И Александр Власенко, управляющий активами клиентов доверительного управления управляющей компанией УралСИП. Ну, что ж, давайте продолжим. Вообще интересные истории. Ну, хотя, да, что касается магнита, она уже долгое время интересная. Хорошо хоть немножко откорректировалась, да? Аэрофлот, вот то, что Леша рассказывал. И Саша, собственно, начал. Тоже любопытно. Еще что-то мы можем сейчас найти, да, Валерий? Ну, я не перестаю пиарить сектор удобрений, химической отрасли и потребсектор. Но вот единственное, Дикси уже, конечно, дорого стоит. Да, последние, скажем так, окрики компании, которые говорят о том, что они будут полномерно наращивать открытие новых магазинов. Плюс к этому попытаются выйти на 30-ти процентный рост по выручке ежегодно. Безусловно, Дикси – это очень интересная компания в перспективе двух-трех лет. Она может повторить участь магнита. Единственная у нее слабость – это одна из самых неэффективных компаний с точки зрения себестоимости выручки. То есть у нее одна из самых низких в секторе маржи, маржинальности. То есть если оптимизируют структуру закупок, сделают более понятную работу с поставщиками, то, возможно, когда компания будет к довеску, к росту выручки, она добавит еще эффективность, бумагу тут же переоценит. Что касается других бумаг из сектора, NVIDIA – 2-3 года – это та еще бумага, которая будет кормить, ну, кормить меня и тех людей, кто в нее играет. Ее очень любят портфельные управляющие, потому что, безусловно, компания никогда не обижает, платит дивиденды, промежуточные дивиденды из Толеса. Да, Раду нужно не забывать, который сделает его крупнейшим игроком на рынке. Ну и самое интересное, что эта бумага очень неплохо работает в перспективе года. То есть по 230-220 рублей смело ее покупаешь, к дивидендной отсечке, к маю месяцу, к апрелю эта бумага стоит, в этом году она 265 стоит, в прошлом году она закрывала по 280, по-моему. Поэтому в данном случае NVIDIA очень интересные бумаги. Из сектора минеральных удобрений и из сектора нефтехимии и химии, ну, не буду ничего нового придумывать, следите за ФосАгро. Сейчас можно покупать Нижнекамск нефтехимию и Оргсинтез. Феноменальных результатов они не покажут, потому что лучшие, по-моему, в истории у них были как раз вот эти вот года. Но стабильность результатов даст высокий дивидендный набор на следующий год. И плюс фишка, которая вот мне спасла мой портфель, в большей степени, это «Газпромнефть», я ее давно рекомендую. Безусловно, это та бумага, которая может стать голубой фишкой, и я буду очень рад, потому что в отличие от многих там дочерних предприятий «Газпрома», это действительно компания пока работает, по моему мнению, обособленно. Риски там есть, и риски достаточно серьезные, по моему мнению. Это одна из тех компаний, которые много инвестировали в нефтепереработку, и бензин у них вместе с «Лукойлом» одним из лучших в России являются. И здесь есть один риск. Недавно шли разговоры, выпадающие доходы будем заменять пошлиной, пошлину не стали трогать, и вот как раз там может коснуться переработчиков. Могут поднять экспортные пошлины на конечный, соответственно, продукт. И пострадает очень сильно Татнефть и «Газпромнефть», которые больше всего вкладывают в свое развитие производства. Здесь эти риски стоит учитывать, но, безусловно, эта компания очень интересная. Ну и последнюю, сектор инфраструктуры, я тоже в нее играю, и тоже считаю, что эта фишка очень интересная, это «Мост Атрест». То есть эти бумаги, которые для меня понятны. «Мост Атрест» показал феноменальные результаты в этом году. Портфель заказов у них до 2018 года очень интересный, порядка 300 миллиардов, если мне память не изменяет, в последнем отчете были. Дивидендная доходность, эти «Мост Атрест» платят 51% от прибыли по МСФО. И в этом году, по-моему, там дивидендная доходность под 8 или 9 годовых будет. С учетом того, что бумаги за последний месяц выросли процентов на 15, то есть там за месяц можно было заработать 20% и заканчивать с фондовым рынком, и не слышать вообще никаких ФРС и ЕЦБ. Заканчивать не всегда, но хотя бы на лето можно будет неплохо отдохнуть. Вот, в принципе, такие. Надеюсь, коллега меня там поправит, добавит, может быть, что-то. Леш, спасибо. Саш, твое видение. Могу немножко добавить по поводу компании «Дикси». В принципе, давно так за них смотрю. Интересные факты обнаружили, что в этом году у них количество зрелых магазинов увеличится. А зрелые что-то, значит? Те, которые больше года уже открылись. И по ним будут, ну, так сказать, по «Дикси» где-то уже в третьем квартале, наверное, может быть. Ну да, наверное, где-то в третьем квартале, в начале четвертого появятся хорошие показатели «like for like». И, может быть, это как-то еще там дополнительно привлечет инвесторов, потому что и увеличит эффективность компании. Потому что действительно, в общем-то, когда с ними общаешься, все хорошо. А когда потом, оказывается, немножко они не попадают в «guidance» свой, собственно, чуть-чуть немножко завышенные дают рекомендации, немножко дают завышенные, радужные такие прогнозы. В принципе, это нормально. Ну да, их можно понять. Они надеются на лучшее. Хозяева, да, менеджеры стремятся к лучшему. Но, может быть, в этом году они покажут получше результаты, чем обычно. Вот за счет вот этого. И, в принципе, видно, что рост компании-то происходит. Конечно, она не такая и никогда, наверное, не будет такой эффективной, как «магнит». Но за счет того, что они небольшие, они могут, в принципе, что-то такое хорошее рынку предложить. Ну и «Нижнекамск», конечно, это уникальная компания, в принципе. Собственно, как и «Никель», да, наш. Ну, «Никель» там, это блюд-чип. У нее там своих историй, навалом. Но вот «Нижнекамск» поддерживаю коллегу. В принципе, тоже в портфеле такие компании. Так как компания есть, хотя она не очень ликвидная, с ней там трудновато бывает. И купить ее трудно, и продать ее трудно. Но хорошие дивиденды, и сама компания управляется командой, которые уже там больше 20 лет занимаются этим профессионально. То есть, когда их послушаешь, там, задашь какой-нибудь умный вопрос, они тебе в ответ, там, такими терминами химическими. Что, самое кажется, ну, чтобы понять ее там до конца, нужно просто реально вот этим заниматься. Но в целом, хорошая компания. — Я понял. Ну, кстати, вот ваши рекомендации все-таки, да, они почему-то, ну, я понимаю, что, может быть, точечные, да, но, тем не менее, практически ни одной голубой фишки-то вы не порекомендовали. Это с чем связано? Сейчас не их время просто, Леша. — Ну, смотрите, если мы сейчас смотрим на лето, по моему мнению, летом мы увидим повторение сценария прошлого года. Это будет боковик, такой вяло текущий, с волатильными днями. Если бы сейчас вот как-то вот смотреть, вот после дивидендной отсечки, вот посмотрел, вроде Газпром был неплох. Раз, за один день, и вот сейчас бумага опять такая же слабая. Сбербанк, безусловно, это лучшая фишка из тех голубых, которые у нас имеются, но Сбербанк, в принципе, и техничная очень бумага, но сейчас вот в периоде, когда вот она сейчас отпадала, она может пойти ниже, может пойти обратно 110. В такие моменты лучше находиться. Если в ней бумаги находишься, не понимаешь, куда может пойти бумага, лучше от нее, от Рекси. Ну, единственное, если мы Новотек в первый эшелон, там, в блючипс занесем, ну, Новотек, отдельная история, там, с байбэком, безусловно, бумагу два раза ниже 300 опрокидывали, выкупали, сейчас бумага, там, 325 торгуется. Урал Кали пытается, но есть одно но. Никто не знает, когда байбэк закончится, и можно так проснуться, что бумага, она, как урал Кали, ходит в диапазоне год, и ты вот от стенки к стенке играешь, зарабатываешь там свои пару процентиков в месяц, а потом раз, ты просыпаешься, и бумага просто начинает вниз падать. В Урал Кали есть такая вероятность, и в Новотеке бумаги очень сложные. С точки зрения идеи глобальной, Новотек, безусловно, интересная компания. Но вот сейчас, если мы вот смотрим на рынок голубых фишек, вот скажу честно, ну, вот ничего бы не стало рекомендовать. Иногда вот лучше побыть вне рынка, потому что каждый год он новый, и вот говорит там, продавай все в мае, отдыхай, я бы не стал, мы можем вполне увидеть июнь с маем растущими. И в данном случае, если все это резюмировать, я бы как раз сейчас стал идеей с прицелом там на конец года искать во втором, третьем эшелоне, попытался разбираться, потому что голубые фишки, в принципе, никуда не уйдут. Это индекс ММВБ, это техничные там многие бумаги, в конце концов всегда можно зайти там и поработать по техническому анализу. А вот второй эшелон, его нужно работать, анализировать, смотреть, и там как раз бывают такие периоды, когда вот зашел и можешь спать спокойно по хорошим ценам. Вот как-то так. Я понял. Саш, ты как на голубые фишки смотришь? Да, нет, в принципе, как. Голубые фишки должны быть в портфеле, вот они там обеспечивают ликвидность и так далее. И из них там просто ничего придумывать здесь, наверное, не надо. Это Сбербанк, там, Лукоил, которые оба показывают прекрасную там динамику по отношению к индексу, поскольку у нас сравнивают обычно с индексом. Поэтому что еще? Ну, Нуватек, да, согласен, хотя действительно очень сложная бумага, и там бывают у нее периоды, когда она очень хорошо себя ведет, и, правда, последние там несколько, наверное, полгода она хуже рынка. Вот и сейчас, вот только сейчас она пытается обыграть индексом МВБ по динамике. Может быть, это как раз начало следующей фазы, когда нужно будет увеличивать долю Нуватека в портфеле. А что с Газпромом все-таки? Вот как-то вы... Не вне, а Леша сказал... Газпром сейчас пока слабее себя чувствует, чем все остальные. Ну, то есть есть возможность в нее попадать еще, я так понимаю. Да, он ниже 120 торгует. Пока еще не развернулся. Ну, да, ниже 120 уже торгует. Если смотреть с точки зрения стоимостного анализа и модели превращения дивидендов, то Газпром по отношению к... Если мы будем сравнивать его по мультипликаторам, то Газпром по 120 оценен объективно. То есть это его, в принципе, цена с теми конкурентами, которые мы видим на рынке. С точки зрения эффективности Газпрома, я думаю, тут уже все все давно прекрасно поняли. С точки зрения последних заявлений на встрече инвесторов, да, эта встреча называлась, когда там вот были планы по повышению капитализации. Вы знаете, ну, я думаю, что каждый инвестор хочет видеть рост выручки, и в данном случае в вопросе Газпрома это понятную структуру себестоимости и понятную структуру инвест-программы, потому что у Газпрома может расти сколько угодно выручка, компания может быть растущая, но когда ты там каждый год чистая прибыль меняется на 50% по РСБУ из-за того, что себестоимость инвест-программа там выросла, и ты думаешь, ну вот дивиденды в этом году будут меньше, потому что в конце года вот так вот бухгалтерия нарисовала, образно говоря, поэтому Газпром не инвестирует только потому, что рисков внутри, скажем так, внутрисистемных именно самой компании очень много, ну, понимаете, все уже научены горьким опытом тому, что как раз вот если мы проведем аналогию с Нижнекамской нефтехимом, когда компания прекрасно платит дивиденды, когда пока компания показывает результат, по ней и вопросов нет, если мне память не заметно, она за последние три года процентов на 300 выросла, а по Газпрому обратная ситуация, и поэтому вот как любой здравомыслящий человек, он будет задавать вопросы, зачем мне иметь Газпром. Да, единственное, конечно, ну Газпром это голубая фишка, и поэтому хочешь не хочешь из нашего маленького выбора, там рано или поздно у тебя глаз на него придет, именно из-за того, что ну Газпром это базисы нашего индекса, но вопросов к этой компании очень много, и в первую очередь, конечно же, это эффективность. Кстати, сегодня с утра со слушателями общались, вот он предположил, что в том числе негативная динамика Газпрома связана с пресловутой сланцевой революцией. В какой степени, да, если разговор о сланце вообще, к динамике Газпрома, Саш, как ты думаешь? Ну, наверное, какое-то влияние-то, безусловно, оказывается психологическое. То есть какое-то именно какое-то. Ну да, но просто ситуация там со сланцами в США, в Европе и в России, они просто различны. Я понял, ну в меньшей степени, по крайней мере. В меньшей степени, мне кажется. Так, хорошо, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. На всякий случай я еще напомню, телефон студии 6510-99.6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Но понедельник, видимо, так обычно, да, связан с малой активностью наших слушателей. Понедельник, день тяжелый, поэтому рука не поднимается, да, к телефонной трубке не тянется, и уж тем более к сайту тоже. Давайте, значит, в последней части, уважаемые слушатели, уважаемые гости, простите, мы поговорим с вами о ситуации внутри российской экономики, ну и, прежде всего, о динамике курса рубля к доллару. Мы вновь, наверное, надо отметить, что последние несколько недель доллар-рубль ходит в достаточно узком диапазоне, сейчас немножко укрепляется, связано это с окончанием месяца, налогопериодом и так далее и тому подобное. Что касается, ну, как минимум, летних месяцев, как вы, Саш, видите рубль? — Наверное, будет укрепляться немножко, как это обычно происходит. — Обычно летом это бывает? — Обычно летом, да, активность падает. Ну, в принципе, при текущих ценах на нефть, наверное, не стоит ожидать никаких потрясений. Конечно, если будут какие-то на рынке сырья происходить изменения, рублю придется куда-нибудь двинуться. — Если будут происходить какие-нибудь изменения, рублю придется куда-нибудь двинуться. — Ну да, да. Это нормально, это нормально. Ну, а изменения, если говорить о изменениях действительно нефтяных котировок, Леша, на твой взгляд, к чему есть больше доминанта, к укреплению или к ослаблению? Слабость товарного рынка, безусловно, проявляется. Особенно, если смотреть, ключевые индикаторы, это промышленные металлы. Один из них это медь, который нарисовал что-то вроде отскока, но даже если мы сравним с прошлым годом, когда медь около 7200, когда нефть была 90, медь была 7200, то здесь она ниже 7000 проваливалась. Поэтому в данном случае есть определенные различные сценарии слабости товарных, именно товарных рынков, даже не нефтяных котировок. И одна из них это как раз многие люди, кто инвестируют в товарные рынки долгосрочно, на ролирование теряешь, на волатильность там очень серьезная. Если мы возьмем индекс CRB, который отслеживает динамику 27 активов товарных, то если ты, например, в начале века вложился, то фактически твоя доходность стремится к нулю, но при тех рисках, при той сложности рынка и при той волатильности, которая есть, фактически эти риски не стоят того, что ты можешь заработать. Да, отдельно, безусловно, там нефть бывает, периоды, когда можно много денег сделать. Но если мы возьмем базовый индекс, который отслеживает индекс ММВБ, то здесь инвестиции в товарные рынки, именно такие долгосрочные, они, мягко скажем, неординарны. И вот сейчас, когда подутихла ближневосточная компания в СМИ, то сейчас как раз нефть торгуется достаточно справедливость с текущей позицией, как с фундаментальной оценки, так и с ее перспектив. Но здесь есть один вопрос. Все-таки нефть продолжит свою работу в диапазоне 100-110, либо она в новый диапазон войдет 90-100. Глобальных потрясений каких-то я не вижу, но вот нервозность на товарных рынках, она, безусловно, присутствует. И если перенести это на рубль, можно наложить графики сырьевых валют и развивающихся валют по отношению к индексу доллара, то здесь есть отличительная черта, и она очень похожа на 2011 год, когда в апреле все основные валюты корректировались, рубль показывал силу. Когда те валюты в прошлом году вошли в боковик, рубль в мае сделал финтушами, и мы помним там, я просто даже цифру там не помню, что-то за область, что он сделал за месяц. 34 там было, без малого. Вот, и в данном случае, в данном случае, и если мы сейчас играем на июнь, я бы ставил на некоторую слабость рубля, но опять же, это слабость там в пределах рубля максимум, то есть 32-30 мы можем увидеть как раз при слабости нефти и при тех настроениях, которые могут быть на глобальных рынках. То есть, если говорить о доминантах, да, то есть о вероятностях, скорее рубль будет слабеть. По моему мнению, да, чем укрепляться, но опять же, боковик, такой глобальный боковик, он никуда не уходит, и поэтому вот играть в апокалипсис, либо там рубль лучшая валюта в мире я бы не стал, здесь скорее лучше работать спекулятивно и ловить какие-то отдельные импульсы и отыгрывать какие-то идеи, которые там возникают. А так вот прям вот сделать ставку на красное, все там 34, там, ну я не знаю, там глобальные потепления или еще что-то, я бы не стал. Ну это правильно, наверное, да, если мы опять-таки говорим о трейдинге как о профессии прежде всего, а не о возможности, да, по-легкому срубить деньжат, это немножко другая история. Саш, смотри-ка, если все-таки посмотреть внутрь российской экономики, ну и продолжаем мы разговор о перспективах российской валюты, если посмотреть вот на то, что происходит сейчас в экономике, ну и ожидания, да, некие, то опять рубль скорее слабый или скорее сильный? Даже не знаю, в принципе, наверное, скорее сильный. Скорее сильный все же, да? Мне кажется, да. Вот, потому что, ну как бы нефть качается. А вот если говорить о нефти вновь вернуться, текущая динамика, ну если диапазон какой-то нарисовать, вот какие границы ты бы назвал? По бренду, да, мы обычно на бренд смотрим. Ну, в принципе, от текущих уровней, наверное, от 100 до 110, наверное. Вот такой диапазон. Да, вряд ли ниже 100, то есть, наверное, это возможно. Ну да, если опять о показе никого не вспоминать, да, наверное, это возможно и много ниже. Ну такой среднесрочный диапазон все-таки, да, 100-110 и может быть там в течение лета как раз мы... Дешевая нефть, в принципе, никому не нужна. Сейчас, если посмотреть, цена 100-110, она, в принципе, устраивает экономику мировую. Инфляции в развитых странах мы не видим. И сдержки инфляционные особо не растут. Поэтому, в данном случае, если смотреть динамику цен производителей, то мы должны понимать, если мы ставим на дешевую нефть, с кем мы будем иметь дело. С теми людьми, у которых инвестпрограммы в, наверное, триллионах измеряются. Ну и плюс, конечно, это конгломераты, которые контролируют достаточно большие денежные потоки. И плюс к этому дешевой нефти с каждым годом становится все меньше, инвестиционные программы растут. И сейчас, если мы возьмем глобально, в нефтяной отрасли достаточно много рабочих мест. И здесь, где нужно ставить вопрос, кому, кроме как спекулянтов, нужна дешевая нефть? И ответ, я думаю, мы здесь получим никому. Нужны приемлемые цены, которые будут неволатильными, чтобы все, ну, скажем так, вели себя спокойно. Но опять, если это... Учитывая, что ты упомянул этих крупных игроков, у которых есть огромные денежные потоки, они вполне могут такую ситуацию... Ну, посмотрите, в прошлом году, если посмотреть, многие фонды, которые связаны с нефтедобывающими компаниями и связаны с нефтяной отраслью, они спокойно от 100 долларов покупают и, в принципе, зарабатывают. Те фонды, которые вот именно имеют определенный доступ к информации, не инсайдерская, просто более компетентный, чем обычные люди, которые читают аналитику. Перед мониторами сидят. Да, перед мониторами. Поэтому в данном случае я, скорее, да, сам склонен именно к 100-110. И вот к таким вот различным волатильным дням, когда за пару дней там нефть выстрелит на 5 долларов, потом за 3 дня там обратно вернется. Поэтому вот глобально, пока центральные банки преследуют ту же политику, вот я бы сейчас, скажем так, не стал бы играть против нефти, как минимум. Мы начали сегодня разговор о том, что ситуацию на американском рынке вспомнили, да, взаимосвязи какие-то пытались определить с нашими. И вот по этому поводу пришел вопрос от нашего слушателя из Ижевска. Его зовут Андрей. Пишет он так. Насколько процентов упадет российский рынок, если американский скорректируется процентов на 5-10? Саш. Ну, это гадание. На кофейной гуще? Ну, да. Ну, в принципе, наш рынок имеет, так сказать, тенденцию преувеличивать падение Соединенных Штатов. Ну, то есть, смотри. То есть, он более рискован. Вот об этом речь. Мы, конечно, сейчас задачу не ставим конкретную цифру ответить. Да, 5, а наш там 25. Дело не в этом. Просто очевидно, да, и с этим приходится согласиться, что склонность к падению у нашего парня гораздо очевиднее. Да, и если его старший сосед чуть-чуть откорректировался, то можно ждать более глубоко. Здесь есть одно но, что рынки, коэффициенты корреляции, безусловно, они важны. Но сейчас вы сами посмотрите и ответьте на вопрос, вот, уважаемый слушатель. Андрей, посмотрите, как индекс ММВБ ходил в противоход. И видно, что сейчас корреляции... Противоход американский. Да, и видно, что корреляции сейчас разрушены. И поэтому вы должны с каждым днем, вставая и заходя к монитору, отвечать себе на один только вопрос. Что рынок, это эмоции, и рынок всегда меняется. Те связи, которые были 20 лет назад и которые могли 20 лет, не факт, что они на 2021 год будут такими же. Это логично. Ну, Леш, извини, пожалуйста, но можно... И вот сейчас как раз, если американский рынок скорректируется на 5%, мы можем либо в 0 сработать, либо упасть в минус 3, а можем также вырасти. Но если американский рынок упадет на минус 5, то я бы не ставил на то, что мы упадем на минус 10. Не ставил бы. При стабильной нефти, это очень важный момент. При стабильной нефти. Мне кажется, Леш, ты очень оптимистичен. Ну, вот мне тоже интересно, если американцы будут корректироваться, неужели мы можем представить ситуацию, когда российские индикаторы расти будут? Интересная тенденция. Нефть вырастет. Или стабильной будет? Не факт. Ну, на нефть мы уже посмотрим, когда она будет падать, наверное. И тогда будем ее дисконтировать. Я имею в виду, что иногда и в последнее время замечаем, что наш рынок иногда даже показывает, что будет делать Соединенные Штаты. Серьезно? Да, да, да. Ну, как бы... То есть такой индикатор на опережение, да? Трейдинговый, да. Мы чуть-чуть вперед видим, так сказать, следующий день США. И, в принципе, корреляция, может быть, она немножко ослабла. И, наверное, она сильно ослабла в тенденции наверх, но все равно остается она достаточно серьезной в тенденции вниз. То есть, наверное, мы все-таки... Нет, минус 5 на Соединенных Штатах, на индексе S&P и Dow Jones, это достаточно серьезное падение, и мы обязательно его отыграем. И, может быть, даже глубже? Конечно, я думаю, что поглубже. Ну, пока... Нет, мне очень понравился твой пример. Если действительно российский индекс — это некий опережающий индикатор, ну, надо смотреть на него и торговать CP тогда, и все будет в шоколаде, да, Леша? Это как в прошлом году кто-то играл корреляцию между шорт-индексом МВБ и лонг-Газпромом. Да, да, да. Вот, и вот доходность бы хотелось бы посмотреть. Или идея лонг-индексом МВБ и шорт-индексом S&P 500. Разъехались, разъехались в разные стороны. Посмотреть бы на этого человека уж, ладно бы... И вот как раз, простите, тоже, уважаемый слушатель, если вы торгуете индексы, для вас это одна история. Если вы торгуете бумаги, и при диверсифицированном портфеле, если бумаги подобраны правильно, то ваш портфель может вполне себе выглядеть очень хорошо. И вот как раз те бумаги, которые мы с коллегой приводили, в апреле они показали динамику намного лучше рынка. Там МВД выросло процентов на 10, при том, что рынок нас там закрыл в минусе. Поэтому в данном случае, если вы торгуете индекс... Леша, спасибо огромное. Алексей Рыбаков, Александр Поросевласенков в студии Сухого Остатка. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо.